Администрация морских портов Украины и Государственная служба занятости подписали меморандум о сотрудничестве, ведь своевременное заполнение вакансий – это непременное условие отлаженной работы предприятия. В 2013 году была проведена реформа, согласно которой вышел закон о морских портах, который подразумевает создание морских администраций. Морские администрации были созданы в каждом порту, в том числе в Ренийском. Цель администрации морских портов – это привлечение инвестиций, управление государственным имуществом, надзор на акватории и безопасность на воде. По словам Юрия Владимировича, ренийскому филиалу «Ампул» нужны слесари, операторы котельных, специалисты в гидростроительной и некоторые другие отделы. На сегодняшний день у нас есть амбициозные планы. Мы работаем по привлечению грузопотока дополнительно. Мы работаем с молдавскими партнерами, потому что у нас львиная доля всего груза – это молдавские партнеры, инвесторы. На сегодняшний день есть определенные задачи, и я думаю, мы с ними справимся и выполним. Сегодня уделяем обучение персонала. Мы сегодня обучаем людей, нуждающихся в профессии, в изменении своих профессий, в повышении квалификации. У нас этот центр профессионально-технического обучения в городе Одессе, мы там обучаем по 28 профессиям. Все эти профессии рабочие, повышение квалификации всех этих профессий. Мы обучаем людей, начиная от автослесаря, слесаря, электромонтажника, электрика, электрогазосварщика, токаря, фрезеровщика и так далее. Всего 28 этих профессий. Мы готовы к сотрудничеству и всегда готовы выполнять под заказ, под ваш заказ, обучать людей для того, чтобы в дальнейшем они могли работать. Новый директор Ренийского филиала администрации морских портов Украины считает, что порт – это одно из самых перспективных в нашем городе предприятий. На сегодняшний день стабильность. Мы вовремя выплачиваем заработную плату. После оптимизации предприятия в скором времени будет плановое поднятие заработной платы примерно на 15-20%. Для людей старшего поколения, которые уже отработали на предприятии, имеют стаж работы не менее 15 лет, мы выдаем им ваучер для приобретения другой специальности, которая нуждается на предприятии. Этот ваучер предусматривает выплату 10 минимальных прожиточных минимумов. Он может обучаться в любом учебном заведении Украины. Он приносит договор. Этот договор сдает в центр занятости, приносит счет. Мы эти деньги перечисляем на счет учебного заведения и человек обучается. Мы предоставляем работодателю, кроме подбора персонала, мы еще можем направить людей на временные работы. Люди находятся на учете в центре занятости, остаются безработными, но выполняют временные работы на территории данного предприятия, которые нуждаются на временной работе.